По коням, дружище, по коням, мы юность с тобой не догоним. Но если мы вместе на этой земле, мы сможем еще подержаться в седле. Как поет Александр Левшин, так и живет. Он действительно на коне, бодр, активен и плодотворен в творчестве. Повод собрать друзей – самый торжественный день рождения заслуженного артиста России. В уютном гнезде глухаря, ныне располагающемся на цветном гульваре в бывшем здании литературной газеты, самом известном клубе авторской песни, который еще часто называют зимней площадкой знаменитого Грушинского фестиваля, собрались друзья и коллеги Александра Левшина. А их у него немало. Александр Левшин на профессиональной сцене с 1975 года. Первым его успехом во всесоюзном масштабе стало сотрудничество с вокально-инструментальным ансамблем «Коробейники». Солисты которого участвовали в записи песен к художественному фильму «Д'Артаньян и три мушкетера». В этот праздничный вечер в гнезде глухаря была не только музыкальная магия, но и самая настоящая. Известный экстрасенс Анатолий Леденев сказал первый тост. Ну, вы знаете, что это маленький маг, скажем так, но я скажу, что Саша тоже. У него есть способности. Вот, мне очень понравилось, он мне подарил свою книгу, первую, называется «Предсказание о Кребомбасе». Я его буду постепенно магией учить, чтобы ему полегче жилось. Поэтому, Сашенька, я тебя поздравляю с твоим днем рождения, вот, желаю тебе самое главное здоровья и стать таким же магом, как я. Как настоящий артист Александр Левшин и свой день рождения превратил в профессиональный концерт. Ведь музыка – это его второе «Я». Многие помнят, что с 1980 года Александр Левшин – бессменный солист группы Аллы Пугачевой «Рецитал». Когда мы с Аллой Борисовной закончили концертировать, я к первому, кому пришел, позвонил к нему. Я сказал, что мне делать? Он говорит, найди себя, ищи свой репертуар, смотри в глаза людям. И я к нему пришел в его клуб. И я никогда это не забуду. Мое сердце наполнено благодарностью к этому красивому, достойному человеку. В зале находится Владислав Медяник. Владислав Медяник поделился, что никогда не думал, что судьба сведет его с Александром Левшином, что они будут дружить. Хорошему другу он исполнил премьерную песню с символическим названием «Душа». Душа истомилась и воет, как юга. Ей так твоей воли хватает тепла. Перелетные птицы домой возвращаются с теплого юга. А у нас холода, холода, холода. Чтобы ты почаще бывал у себя в саде, и чтобы доджин был, обязательно он перебивай. Саша, действительно, ты у нас легендарная личность, человек с большой буквы, музыкант с еще большей буквы. Или не знаю, как там, что, в каком пропорции. Но, в самом деле, я тебя очень люблю. Потому что, Саша, не каждому на сцене вот так вот можно выйти и стоять на одной сцене с таким замечательным человеком. Давайте еще раз поздравим Сашу. Три года с ней. На музыкальном дне рождения было много дуэтов. Ксении Георгиади и Александр Левшин представили публике премьеру песни «Дружба вечная» на стихи московского поэта Андрея Лихачева. Дружба вечная артиста, вслед на наш родимый дом. Все нам в мире, нашим близко, в котором творчеством живем. И сегодня, в зале, это снова встретились вдвоем. Песни пусть летит по свету то, что мы для вас вдвоем. С днем рождения тебя. Спасибо тебе большое. Здоровья тебе и всем твоим любимым. Ой, спасибо. Счастья, благополучия, уверенности в себе. Поздравлений в этот вечер было много и самых разных, и не только от музыкантов и исполнителей. Александр Левшин, дорогой, вы талантливший человек. Вы необыкновенная творческая личность. Поэтому все, что я сегодня увидел, я тоже самое переживаю, но немножко ниже, конечно, уровень, как фигурист на коньках. Поэтому я желаю вам творить, создавать, радовать своих поклонников и поклонниц, и людей, и наслаждаться этой жизнью, и любить сколько можно. Александр, маленькая реплика. Я желаю тебе отпраздновать свой 100-летний юбилей, и чтобы я присутствовал на этом юбилее. Саша, ну мы же друзья, мы уважаем друг друга, ценим друг друга. Я вам желаю от всего сердца, от всей души, ну, что могу пожелать, чтобы ты, Джана, и Деда, маленький, тоже там. В общем, я много не могу говорить, но хочу сказать, я от всего сердца вас люблю, вашу семью уважаю и ценю. Ну и тебя люблю всегда. В подарок от Джуны Александр Левшин получил орден Петра Великого. О том, что Александр Левшин свой человек и в Сергиевом посаде, где он сейчас живет, напомнила делегация телекомпании «Тонус», с которой именинник плодотворно сотрудничает. Кроме того, Александр Леонидович является председателем оргкомитета фонда «Центр наследия», который совместно с заслуженным артистом России в Сергиевом посаде курирует предприниматель Вячеслав Ковтун. От Сергиева посада, от нашего Стольного Града мы хотим поздравить нашего дорогого Александра Левшина. Он наш земляк. Поздравляю от собраний почетных граждан, от Сергиево-Посадского муниципального районного совета, депутатов, трудящихся от всего от всего. И не только Александра, но в первую очередь, конечно же, его. Благодарственной грамотой награждается Александр Левшин, заслуженный артист России, музыкальный продюсер фестиваля «Братина». Наш открытый международный фестиваль, он сегодня уже вобрал в себя где-то примерно около 85 телекомпаний со всех регионов России, естественно, из других стран. Поэтому то, что к нам сейчас подключился в этом году, такой человек, как Александр Левшин, вы понимаете, что в следующем году, я чую, будет 120 уже телекомпаний. Когда сегодня здесь мы видим столько много красивых лиц, добрых друзей, это только говорит об одном, что Александр Левшин замечательный человек, гражданин, мужчина, артист и вообще просто маг и кудесник. С днём рождения, Диаса! За помощь в организации телефестиваля «Братина» Тонусом были также награждены почётными грамотами продюсер Али Левшин, певица Любовь Шипилова и заслуженный деятель искусств России Ирина Шведова. Днём рождения, дорогой. Я думаю, что не случайно ты всегда здесь отмечаешь свой день рождения, потому что ты для меня, как вот этот глухарь, посмотри сюда, который не мыслит себя без гнезда. Интересно. Правда. Потому что, вы знаете, вот, когда появляется передо мной нежно любимый мною Александр, прекрасный друг, настоящий музыкант и всё остальное, он появляется всегда в ореоле любви. Ещё не поздно нам улыбнуться, Ещё не поздно нам с тобой родными стать, Ведь столько было светлых дней, И ох, каких мочей, Ещё не поздно это всё не потерять. Лауреат премии ТЭФИ, заслуженный артист Российской Федерации, режиссёр и автор концертных программ Александр Левшин, хоть и поёт, что день рождения – грустный праздник, своей улыбкой и настроением тут же опровергает это. День рождения, праздник детства, ты никуда, никуда, никуда от него не деться. Наталья Артёмова, Алексей Галкин, Феликс Дорохов, Евгений Половинкин, День города. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова